Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Сегодня вот я решила ответить на два вопроса видеоответом. И один из вопросов, который задал зритель Санёк. Не влияет ли ведение в два ствола томата на размер плодов? То есть, я сейчас объясню вам, что он хотел спросить. Если мы ведём в один ствол, томаты получаются крупные и хорошие. А если мы начнём ещё один ствол добавлять, второй или третий, не мельчают ли от этого томаты? Я сейчас расскажу своё мнение, по моему опыту, что происходит, и мнение специалистов. Все специалисты в один голос, почти все говорят, что размер плодов зависит больше от формирования куста. Но формирование не в два, в три ствола, а формирование по вопросу количества кистей. Вот мы, например, живём в Сибирском регионе, у нас в открытом грунте рекомендуют оставлять всего 5-6 кистей и прищипывать. Если мы не сделаем прищипку, то всё, что вырастет сверху, вот, например, смотрите, вот у нас одна кисть, вторая, ну, представьте, это открытый грунт, третья, четвёртая, пятая. Если мы не прищипнём, дальше может вырасти и седьмая, и восьмая, но что происходит? И верхняя будет мелочь, которая не вызреет, и вот этим всем достанется меньше питания, потому что растение, естественно, бросает все силы вот на цветение, на формирование вот этих новых плодов, и эти тоже мельчают. И всегда существует закономерность, чем больше кистей мы оставляем, тем меньше плоды получаются на кустах. Всегда говорят, что если хотите получить крупные кусты, формируйте куст так, чтобы на нём оставалось 5 от силы 6 кистей. И формирование самих кистей. Многие этим пренебрегают и вообще не знают даже о том, что кисти тоже нужно формировать, то есть удалять лишние цветы. Если у вас крупноплодный сорт, я вот сейчас специально посчитала в этой кисти 12 цветов, ну, цветов и бутонов, это хорошо, если половина из них засохнут и отпадут. А если они завяжутся все, если это сорт крупноплодный, разве может быть 12 крупных, если у него характеристика, например, 500-600 грамм, разве может быть 12 крупных 600 граммовых плодов в одной кисти? Конечно, нет. Чем больше цветов, тем меньше плод. Ну, мы, конечно, я уже не буду говорить о плодородии почвы, о подкормках, обо всём, это тоже влияет. Я сегодня говорю только о формировании куста. Вот, Санёк побоялся, что если в 2 стебля мы будем формировать куст, то измельчают плоды. Но у вас есть рычаги воздействия на размер плодов. Оставляйте, даже если 2 стебля, оставляйте 5-6 гроздей, вот таких цветочных, и всё, у вас будут крупные плоды. И ещё в каждой кисти формируйте тоже. Вообще рекомендуют, что если плод очень крупноплодный, даже оставляют всего 3, ну, когда завяжется, вот, формировать, завяжутся 3 помидорки, отщипывайте остальные вот эти все бутончики, они нам уже будут ни к чему. Они только вытянут зря питание у растения и будет мельчать этот плод. Но вы представьте, или разделить на 12 количество поступаемых вот этих всех веществ, или разделить на 3. Ясно, что это очень, вот это, кстати, формирование кистей даже ещё больше влияет на размер плода. В прошлом году я снимала видео, где куст был весь-весь цветущий, и спрашивали, ой, что такой за сорт хороший. Так красиво он свёл, как декоративное дерево. Ну и в результате я пожалела отщипнуть, получила массу мелких плодов, хотя характеристика этого сорта предполагала 300-400 грамм вес одного плода. Он был весь усыпан 150-граммовыми такими помидорками, потому что весь, ну как, весь опылился, все помидоры завязались, я ничего не внесла, никакие коррективы свои, и все они, растения, вот работало на эту мелочь. Так что, Санёк, вы не бойтесь, если вы даже сформируете в 2, и если даже в 3 ствола, это совершенно не влияет ни на размер плодов, ни на что, если вы ограничите количество кистей. На каждом стволе оставите по 2 кисти, если у вас будет 6 кистей, в каждой кисти по 4, по 5, но в зависимости от сорта. Опять же, я говорю, что это очень много, что зависит от сорта. Вот этот я показываю, но этот я отщипывать не буду, потому что этот сорт вот такие пальчики висящие, и он может хоть сколько в кисти, пусть будет 10, пусть 12, все пусть возревают. Тут мне крупноплодный не нужен, этот он больше как засолочный, как такой, ну, не салатовый сорт, вернее, ну, его можно и в салат, но я ограничивать его не буду. Пусть растет как хочет, но если бы это был крупноплодный, теперь я уже ученая, я бы выщипала половину всех этих цветов. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, отвечала Санько на вопрос, влияет ли вот то, что мы лишний ствол прибавляем растению на размер плодов. Нет, если вы будете следить за количеством кистей и за количеством цветов в кистях, формируйте обязательно и цветочные кисти, формируйте и количество плодов. Сибирский регион нам очень мало разрешают, нам разрешают в открытом грунте оставлять 5 кистей, в закрытом 7, все остальное это будет зелень, которая не вызреет, потому что у нас период ограниченный, если вы живете в холодных регионах, не жадничайте, после 5 кисти делайте прищипку, получите полноценные крупные вкусные плоды. Зелень нам не нужна.